Видите, все, не ступенечек, ничего. Это Ренат Ташимов. Раньше назывался ведущий шоу, теперь это модератор. Пойдем, чаю вам дать? Не за что. Вот это девятый, десятый выпуск. Девятая неделя. Да. Я тебе не верю, что-то. Вань. Да, да, да. Озвучиваемся. О! Самый оттокчик. А у нас мы вольно. Только захотим, да. Да, да, ну недолго, что нам? До вечера правильней. Мы, как обещали, у нас в гостях Александр Анатольевич Ширвиндт. Десятый тейбл шоу. Расскажу предысторию. И людям, которым я благодарен, потому что Александр Анатольевич сейчас здесь с нами. Мы как-то встречались с Мишей Куснировичем. И он рассказал, как в гостях у Лени Ермольника сидел Александр Анатольевич. Сыпал, как всегда, какими-то бешеными, искрометными шутками. Был в прекраснейшем настроении. А мы с ним говорили, с Куснировичем, что как бы продолжить мой ум когда-то там на новой сцене существующий. Он сказал, позовите Ширвиндта. Я что-то там подумал, позвонил Леньке Ермольнику, поскольку Леня ученик Александра Анатольевича. И как Леня утверждает, любимый ученик. И Леня позвонил в этот же день Александру Анатольевичу. А Александр Анатольевич дал добро. Я ему в этот же день позвонил. Молодые артисты, учитесь. В один день это все было решено. С Александром Анатольевичем Ширвиндтом. У нас просто есть пару там, вот мы пытаемся позвать кого-то на... Посмотрите, пожалуйста, моему агенту, посмотрите моему директору. Я так занят. Я еще что-то. Вот с Александром Анатольевичем удалось это сделать достаточно быстро. Наш традиционный гонг, ну совсем не дает, 30 минут. А почему в финале разговора, что я тебе сказал, почему? Не помнишь? Нет. Я обязательно тебе приду, потому что я тебя люблю. Да, это было бы нескромно. Мы как бы обо всем, Альзан Анатольевич, я помню, я вас помню, знаете, как не как артиста, а как человека. В свое время Михаил Михалыч Казаков, снявший меня в Покровских воротах, взялся за мой ликбез и стал таскать меня по вечерам к себе домой на вечера, где вот, помните, Регина замечательно готовила. Там, я вам скажу, еще та компания была. Рассадин, Эдельман, Ширвин, Герд. И первый раз я увидел, знаю прекрасно о таком артисте, первый раз я увидел в компании Александра Анатольевича. Это было, ну это была какая-то истерика, причем не у меня. Я, Александр Анатольевич, рассказал какую-то историю про какого-то члена Союза кинетографистов, президиума, который добивался каких-то привилегий для, и он повторял все время через минуту каждую фразу, и для члена по их семей. И вот это Александр Анатольевич рассказывал, все лежали в повалку за этим столом. Я не знаю ни одной фамилии, о чем он рассказывал. Хохотал, по-моему, громче всех. Меня формировали вот эти встречи, как ни странно. А вот вас когда-то, давно кто формировал? Ой, ты знаешь, вообще это страшная история, долго жить. Потому что ощущение, да, что все помнят фамилию. Вот перечислять фамилию, да? Потому что ты, это ты. А вот я уверен, тут рассадин, да? Ну да. Это же было какое явление. Ну вот скажи. Никто. В моей шпане. Никто. Скажут, сделают вид, что он... И так далее. Более того, было бы 75 лет Андрюши берал. Я делал вечер в театре, да? И до этого мои все эти вот помощники, я их пустил с камерой на Старый Арбат, чтобы они спрашивали, кто такой Андрей Миронов. Только не пугайтесь сейчас, Александр. Я не представляю себе, что это за... Нет, конечно. Вот такой мальчик, например, и рассказывает биографию Андрюши, да? Как же? Это же этот агент знаменитый... Охота на пиранью. Шпион времен Хрущева в Америке. Да что ж такое-то? Что знаешь? А вот у вас были какие-то фамилии в детстве, которые... У Ту-Иварё, понимаешь? Это вот тогда, когда мы были шпаной. Мы были в ВТО, Всероссийское театральное общество для... Не всемирной торговой организации, как сейчас, а в Ту-Иварё, Всероссийское театральное общество. Да-да-да. Вот, была молодежная секция. И там была Звонян, Панков, такой замечательный певец из Большого дятла. Мы тогда собрались и бунтовали против старомодного Заскорузла. И вот была очередная, значит, весенняя сессия этого. И наверху в сгоревшем доме актёра, который чуть выше твоего театра, сидели. Приехали ленинградцы. Вивьен, Акимов, Горбачёв, Меркурьев, Толубеев, полиция и мака. Я-то понимаю, портретно про всех, про кого вы говорите. Вот я говорю, ну что это было? И мы. Дорогой Николаевич, невозможно, мы тут были, сколько можно, почему молодёжь, которые... И они сидели, да. Я понимаю, они были тогда, ну, лет на 20 моложе меня, а теперешнего... И Акимов, мудрый, злой, ироничный, затравленный, великий, говорит... Ой, ребята, ребята, вспомните это наше заседание через 40 лет. Я сейчас помню, это было 50 больше лет назад. Понимаешь, да? Поэтому, когда ты говоришь, а вот об этой компании, да, я всё время ловлю, когда меня спрашивают, а спрашивают же как? Они уверены, у меня на курсе несколько лет назад, может, и курс зажил где-то, была милая девка, фамилия хорошая актриса, которая, когда я говорил, Нина, она тоже начинала плакать, на всякий случай. Это действительно... Вот, и, значит... И вот пришёл Юрочка Яковлев в училище. Он никогда не преподавал, никогда близко. И он спокойно, ну, здесь сидел, в предбанике, в фойер, да, около самой имени. И эта шпана, как метеор мимо него, я говорю, мне сказали, я здесь, я его не поймал, я собрал. Так вот, говорю, слушайте, что это такое? Когда я учился, Астангов, великий Астангов, никогда не преподавший, неожиданно пришел в училище, кого-то ждал в фойер. Остановились занятия на всех этажах, все высыпали вниз в фойер посмотреть на живого Астангова. Сидит великий русский актер, Амнир Ильич Яковлев, и выявили, Нинка начинает тут же плакать. И говорит, да, вот это, а сами так редко что-нибудь рассказывать. Почему никогда не рассказали о своих встречах с Мирхольдом? Я говорю, так, ладно, сняли, давайте. У них ощущение, что я приятель Мольера, как Родзинский. Он же видел Жозефину, только что вышла Петра Первого, а в раз Путина он просто снимал скрытые камеры. Я к чему, вот ты фамилию которую назвал, остановиться надо, конечно, на Михаилу Михайловичу другим. Ты понимаешь, я настолько, я сейчас не ханжую и не кокетничаю. История с Покровскими воротами – это абсолютно уникально значимое явление советско-российской культуры. Со всеми перипетиями возникновения, что я тебе рассказывал, с закривленностью всего выпуска, нет, 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 нет. И сейчас это такая архиклассика. Как неожиданно ставшая, кстати, так из года в год набирающая. Она стала архиклассикой. И сейчас эти страшные для меня всегда попытки, это вот ремейков этих, что театральных, что этих. Это безобразие, понимаешь, как вот без конца играют. Гурченко играют, Шаляпина, звонит мне Нонка Гришаева, приходите, я сделала моноспектакль про Люсю Гурченко. Вы так дружили. Я говорю, Ноночка, ты такая замечательная. Этого нельзя делать. Надо играть Марию Сюард, Катюшу Маслову. А Гурченко надо стать. Не надо это, согласен со мной? Замечательная, замечательная. Так вот, Казаков, мой ближайший друг. Вот отдельно, я когда смотрю ночью от Бессонницы, Программские ворота, всегда включая, не переключая, потому что, понимаешь, там букет людей, с которыми я прожил жизнь. Мой любимый артист, Меньшиков. Вот обаяние, вещи, которые не купишь и не научишь. Вот Марк Бернес, Юра Висбург и ты. Я же сейчас тебе не... Это вот обаяние, которые не купишь. И еще к этому прибавить талант. И немножко находится в ума. Вот ты, однокурсница. Нина Чекорьяна. Да-да-да-да. На курсе, да. Леня Броневой, который вот если бы у тебя был какой-нибудь, значит, цикл отдельный, когда называется, а теперь правда. Вот я бы делал цикл передачи о Броневом, понимаешь? Потому что я думаю, если бы я рассказал все, что я знаю, понимаешь? Это было... Я к тому, что, понимаешь, и вот это все потрясающая когорта, и эта интонация, которую вот Мишка выудил. Выудил, да-да. Силой иногда. Силой просто. Александр Анатольевич, у нас вопросы есть от зрителей. Начнем с вопросов попроще. Ужаем Александра Анатольевич, что вы берите, если на столе будет стоять во время застолья. Один. Армянский коньяк. Два. Шотландский виски. Три. Кубинский ром. Четыре. Пошлете кого-нибудь из молодых в магазин за водкой. Я сам скажу за водкой. Меня послать я могу куда угодно, кому угодно. А у заводочки сам, да? Да, а заводкой сам. Я помню это потрясающе, Александр Анатольевич. Я был председателем государственной экзаменационной комиссии, что-то такое в Щукинском училище. Пришел на спектакль, дипломный курс какой-то, Анки Исаикиной был, и они поставили свадьбу Кричинского. Они, Александр Анатольевич поставил, свадьбу Кричинского. Я посмотрел, как председатель ГЭКа посмотрел наши спектакли, иду в кабинет к Жене Князеву. Я говорю, Женя, все, спасибо, поговорили про студентов. Он говорит, что сейчас Александр Анатольевич переедет. Я говорю, смысл, Александр Анатольевич приедет? Ну, сейчас Александр Анатольевич... Я говорю, ну, в смысле, не в смысле, зачем? А в смысле, мне сразу как-то неудобно. Ну, говорит, ну, он узнал, что ты здесь, и хочешь приехать. Ну, как, я не могу, да? А мы с Настей сидим, ждем, это все. Александр Анатольевич приедет. Да, он приел, он привез два пакета еды, две бутылки водки. Вот так это все поставил на стол. Кому сказал, ну, что, пошурши тут. Более того, это рядом с Женькиным кабинетом, да, там, это, видимо, кафедры у вас проходят. Через полчаса тут пришли все студенты, в смысле, которые, вот, четвертый курс, который участвует в спектакле. Это, конечно, такая прекрасная совершенно демократия. Я тоже вот это, я тогда просто обалдел. И вот вследствие этого вопрос, не даем тебе. Что, как вы думаете, что главное в педагогике? Что главное, что нужно вот туда? Ты понимаешь, я всегда спрашиваю, что вы больше любите, там, театр, репетировать, кино, телевидение, ну, это эстрада. Я говорю, ужас в том, что моя разбросанность, и всегда, это же в те времена не было, погоня за неслыханными яхтами, понимаешь? Это просто хочется попробовать, понимаешь? Это то, другое. А пробование – это всегда разбросанность. Вот, понимаешь? Поэтому упертые люди вот во что-то одно. Вот Плутчик, наш бывший начальник, замечательная, удивительная, уникальная личность, сложная, разнообразная. Когда вот надо было снимать спектакль на телевидении, он хватался там за меня, за, там, был этот самый профессиональный режиссер, он даже не понимал, где и что такое, понимаешь? Театр. Вот. А когда налево, направо, вот попробуем, вот это мой грех. А что касается педагогики, представляешь, это я сейчас, после смерти Владимира Абрамовича Владимировича, это уж, да, я там самый старый профессор. Знаешь, я там преподаваю с 56-го года. Можешь представить? Я еще не было. А вы уже преподавали. И многих не было. А я преподавал все равно. Назло. И я считаю, что это у меня. Я там. В общем, счастлив. Это такой вампиризм. У меня вот, значит, Куснирович Мишка, я говорю, меня, значит, набросили все. Дети, внуки, коллеги, якобы, значит, поклонники, и вырвали меня изо рта трубку. Навсегда. Обыск был по всем закромам. Подлезали под капот машины. Кое-что. Кое-что. Я боюсь, что мы смотрим. Кое-что спрятали. И когда это безумно рассказывал при Мишке Куснирович, я говорю, давайте устроим в ГУМе аукцион ваших трубок. А сколько у вас их? Там набралось в районе 150. Мама родная. Так вы везде их собирали? Вам дарили, вы собирали, да? Дарили, не собирали, да просто свалка. Не экспозиция. Вот он обещает это устроить. Потому что там, что там я, там есть трубки, там, от Говорухина, от Кобзона, от Юры Роста, от Олега Янковского, от Гриши Голина, понимаешь? И это, каждая трубка, может быть, байка, понимаешь? Да. Ну вот, от Черчилля. Черчилля? Он меня не дарил. От четвертых рук до меня дошли. Я к чему? Так вот я из ОТА ее не выпускал. Я был на рыбалке, на каждом кадре везде. Училище. Я не говорю, почему-то мне казалось, что вот эта шпана, да? Вот. Поэтому я... Это вампиризм. Вот эти, понимаешь? Ну, вампиризм вы же тоже давали. Вы же не только у них забирали. Все равно, когда смотришь, вот эту плачущую Нинку или там Палаков, знаете, милый мальчик, он съехал в Израиль с больным ребенком. Мужчиньки, да? Вот. Или когда... Он, наконец-то, опаздывал замещать Нинку. И всегда... Тетя умерла. Тетя умерла. Раз, два, три, пять, шесть. Женя, ты же артист. Смеи родственницы. Но есть дяди, есть двоюродные сестры. Может быть, несчастье, что же уже пятнадцатая тетя. Где же фантазия актерская, да? Тетя умерла. А вот, кстати, про педагогику разобьем тему. Какой, спрашивает Смирнована, какой главный совет с высоты вашего жизненного опыта и опыта управления театром вы могли бы дать Олегу Евгеньевичу? Я тебе скажу, какое. Это любить и не мешать. А вот в продолжении поколенческое отход рука, и мы дальше чуть выше продолжаем. А если бы вы бы стали министром культуры, что бы вы в жизни театров поменяли в первую очередь? Может быть, что-то очень сильно раздражает, что нельзя поменять изнутри театра? Я бы обратно начаться на Мишкове Швиткова министром культуры. То есть сняли бы себя, вас бы назначили, вы предложили бы кандидатуру Швиткова. Я снял, этого я проделал немедленно. Слушайте, а что у вас может, Александр Анатольевич, что... Вот вы же производите впечатление внешне абсолютно спокойного человека с таким, как бы, посылом. Обошли вы все в жопу. Такой лайнер такой, идущий себе спокойно по волнам. Этого же не может быть. А что у вас, ну, в смысле, вас же наверняка... А у вас есть что-то, что может выбесить? Вот прям конкретно. Это очень важный вопрос. Тоже сказал, что я в ощущении, что поцелаю все в жопу. Но уже в том, что Дума вообще закрыла мне рот. Ты знаешь, что Дума запретила мат? Четыре слова, не будем сейчас... Ты не знаешь? Это было уже лет пять, год четыре назад. Ну, как было, так и есть все равно. Четыре слова нельзя, остальные осторожно можно. Я практически глухо не могу. Какую жопу? Я посылаю значительно. И когда говорю, что вы материтесь, это такой бред. это основа великого русского языка. Куда девать лукумудища, баратынского, куда девать это самое... Ну, даже если не основа, то мощные составляющие. Да, да, да. Как рассказывать какой-то анекдот, как там, например, два прапорщика, там что-то появят наверху, и, значит, олова падает, и он говорит, значит, что как вам не стыдно, идите вы к черту, на меня капают. Да, 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 да. К черту. Можно не рассказывать. Такие прямо имена, и лукамудища, все прекрасные авторы. Один из зрителей задает такой вопрос. Вы в одном интервью сказали, жду, когда Ломоносов, лаптик, с рукописью припрется. Имеется в виду, дальше цитирую, ничего сатирического не пишут, у меня стол заварен пьесами, не читать нельзя, потому что а вдруг Сталтыков Щедрин свое творение прислал, или Ломоносов приперся, принес за пазухой рукописью, но никаких Ломоносовых пока нет. Что-нибудь поменялось? Нет. Это было пять лет назад, за пять лет. Мне кажется, ужесточилось, понимаешь, я всегда, когда такие вопросы, очень аккуратные, потому что я, о чем мы говорим, современную литературу знаю очень вяло, выборочно, понимаешь, как, к сожалению, я хожу в театр, и ходил в театр только по необходимости к Марику Захарову, к Сережке Арцебашеву, понимаешь, к друзьям, к Римасам, и уже для меня это вот. И то же самое с литературой. Но, когда я был начальником, вот эти, что я тебе рассказывал, эти тонны графомании, единственное, что по опыту, наверное, ты уже научился делать, надо читать три страницы. Ну, в общем-то, да. Когда, когда просто там Петя, Вася, Коли, это сначала там Петя, входя, уже можно. Он говорит, входя. Не просто Петя, а он входя. А вот, кстати, ну, это же все-таки вопрос был, как бы, особенно касающийся сатирических, как бы, текстов. А вот сегодня, вообще, в принципе, ну, так у нас как-то время такое интересное. Сегодня вообще сатира, на ваш взгляд, в каком виде может вообще существовать? Никакая она может быть? Она жизнь не способна? Никакая. Я вообще терпеть не могу. Сатира. Какой-то не понятно. Юмор понятно. А что такое сатира? ирония, сарказм, пародия, да. А сатира? Это такая фига в кармане, да. Особенно, иллюзии, аллюзии, фиги в кармане. да, да. Но понимаешь, какая история? Когда, мне, которые всю жизнь этим занимаются, говорят, что эти, значит, реплички сатиры лечат, сатиры учит, сатиры искореняет зло. Это же бред собачий. Когда, например, целенаправленно ставится какой-то миниатюра или мнаактовая, значит, эпопея с прямым указанием, что это главное, значит, объект, это Меншиков. Надо его, и Меншиков в зале никогда в жизни или Меншиков на себя это не проектирует, или, ну да, ну и вот вам. А вот Жванецкий сатирик или юморист? Ну, у него же были такие, да, как бы, видимо, сатиры, это когда какие-то социальные элементы присутствуют. Мишка, понимаешь, Мишка не сатирик, не юморист, еще были, и у меня был такой друг замечательный, Леонид Ельбенев, ты знаешь, песня? Да, да, конечно. Он был у меня ссор и бак и вообще потрясающий. Он и написал практически 80% всех шлягеров советского миссида, и там в охране авторских прав были поэты, прозаики, драматурги и авторы-песенники. Они не были писателями. Это была такая боль у них, понимаешь. Что их так называли? Песенники, не поэты. Они были замечательные поэты. Так вот, Жванецкий, понимаешь, это, это он, это вот жуткий портфель, да? Ведь, понимаешь, замечательные читали Жванецкого Сережи Юрский. Замечательные. Юрский, да, ну, Леня читал тоже. Леня читал. Ну, конечно, Карцев-Личенко, это было. да. Это просто, это вот, они же просто рта не открывали Жванецкого. И все равно театр, это был Жванецкий. Поэтому без этой интонации портфеля. Я согласен абсолютно. Абсолютно. Потому что начинаешь. Сколько было попыток поставить театр Жванецкого. Даже Петя Фоменко, будущий худруком Акимовского театра, комедии. Он пытался делать это? Он пытался, там, ставил Ильинский, не было кто-то, да, но он не получилось. Все, шезлонги, одесса, все, и и дальше Суржика не ушли, да, дальше этого говорка. Слушайте, я же все время хотел, извини, что я тебе говорю, ну давай. Нет, нет, я просто хотел в двух словах, вот вы же работали с Эфросом, я считаю, что это величайший режиссер, меня спросите, с кем жалко, что я не работал с Автоноговым и с Эфросом, вот для меня это... А ты не работал с Эфросом? Нет, я видел спектакли, все, но вы же когда-то с ним, вот что... Какие спектакли? Нет, я видел уже Броня, Броня, а? Мне в эфире, сколько тебе лет? 62? 62? Да. До свидания, дравься, я иду к молодому, красиво, к пацану любимому. Ну это же приятно, что это вот так. Что это было? Что это было? Потому что я там, ну как я видел такую глубочайшую мысль, я читал его книг, то есть я не исключаю, что она и присутствует, эта мысль. Но мне многие, например, что он все показывал, все показывал. А у Буткевича в воспоминаниях я прочитал, что Бурков ему сказал, Толь, ты не позорься, ты вот мне расскажи, что сыграть, я сыграю, ты показываешь плохо, что ты мне показываешь? Я все сыграю. Он действительно показывал? Что это за режиссер был? Понимаешь, это феномен, конечно. Я могу это говорить все-таки довольно достоверно, потому что я все-таки сыграл у него 8 главных ролей. Нет, я про то и говорю. Вот, когда он пришел в Ленком с большим трудом ЦК комсомола его разрешил, какой, если что. Его уговорили обязательно, мы уговорим, как закалялась сталь, стопроцентно будет. Его пусть не продержался, не долго. Ну вот, понимаешь, он, у него есть книга «Репетиция любовь моя». Это не пижонство. Он репетировал круглые сутки. Похож на него был Маркуша Захаров. Я где-то записал, это в книжонке. Я почему-то был на утром по какой-то нужде был на бульваре в Никитском. А это было где-то 10 утра. Почему? Я занесло по какой-то нужде. И Марк Анатольевич тоже по непонятной нужде шел на репетицию в театр по бульвару от Никитских к Пушкинской. А это было рано, часов в 10 утра. И я-то случайно издалека его увидел. Он шел и репетировал. Понимаешь? Вот он, уверен был, что никого нет. Ну да. Когда кто-то вокруг, «Мрак Анатольевич» мы называли. «Мрак Анатольевич». «Мрак Анатольевич». «Мрак Анатольевич». Вот Толя круглосуточно репетировал, другого ничего не знал. Единственное, что, понимаешь, какая история, он не худ рук. Да, ну, в смысле организационно, да. И режиссер это совершенно не... Да, 8% если внести ввести, если нет вот этой жилки, Гончаров худ рук, Товстоногов худ рук, Плучик худ рук. Понимаешь? А Эфрос никой не худ рук. Ну да. Это мне рассказал Казаков очень смешно, что он когда-то зашел на Брон, и что-то было, были какие-то репетиции, и он заход в репзал, там нет никого. Он говорит, «Нет, там он, в Дуровом, по-моему». Или что? Короче, они под столом сидели вдвоем, и когда открывался зверь, их даже не было заметно. Они под столом, и что-то там у них такое происходило. Ну, значит, он колдовал, да? Он такой колдун был. Колдун. Влюбленный колдун. Но он хитрый был. Он, значит, ну, я уже много у него сыграл, и был знаменитый, так, снимается кино. И Чайка, вообще, довольно приличная. Кстати, вот это насчет забвения. Чайка Эфроса был замечательный спектакль. Я боюсь. Смотрите, мне кажется, что это его лучший спектакль. Он совершенно подзабыт. Тогда даже ничего еще не было, понимаешь? Не потому что, во-первых, он был очень интересный, а во-вторых, там распределение, всем запудрится, понимаешь? Вот Ольга Яковлевна. Ну, понятно, да. Она сегодня партнерша. Вот это заречный, да? Молодой, абсолютно огромный такой утенок был, симпатичный, непонятный, Валико Смирницкий. Смотрите. Костя. Он играл. Это трепливо. Знаете, вот это огромный красавец, когда он не пораженный теоретик, анти-театр, а вот этот и так далее, Соловьев, Фадеева была. То есть попудриться, это вы имели в виду, что точные попадания были абсолютно? Не правда, абсолютно. Ну, для его решения, да. Вот. И, понимаешь, и он он увлекался, и тогда, и так как я, значит, все-таки я его родственник, знаешь? В смысле? Да. Все по блату. Опять все по блату. А в каком родственнике? Таша Крымова, помнишь? Конечно. Для людей, значит, вот это нынешняя когорта и вообще когорта как каста театральных критиков и теоретиков театра. Это, в общем, при том, что есть очень милые ребята и девчата, это выхолощенная вещь. Очевидно, потому что эпоха этой не будет вдаваться. Она была мудрейшая, тончайшая, необыкновенно, брезгливо, точная театровед. Я думаю, что 52% эфроца это она. Не исключено, да. Вот это она. Так она была дочкой жены моего дяди. Дочкой. Дочкой. Дядя был очень крупный и великий советский юрист. Вот, просидел 17 лет и вот эту 17-летнюю отсидку встретил. И там вот, так что Наташка была. Вот, так я насчет Толи Эфроца. Он, знаешь, уже на Бронной, когда мы ушли в Веренице из Ленкома, когда выгнали Эфроца прошло какое-то время, и он, Саша, он Шур меня называл, хотя везде Шура. Да, я тоже знаю, да. Сашунечкой поговорит серьезно. Ты знаешь, как я трудно и болезненно подхожу к матери, я мучаюсь. Вот. Ну, тут, значит, я перечел, Наташке мы научила. Никогда не говорит, я вчера, я вчера прочел чайку, да, ну, что это такое в 50 лет. Перечел. Я вчера перечел Ромео Жюлет. Так завелся, вот это, мучился полгода и решился. И я хочу попробовать, чтобы ты, значит, мне помог. И там, я думаю, ну, вот еще не Ромео Ливна, мне влепить хочет. Я говорю, Толя, не-не-не-не, это центральная роль, важнейшая по смыслу, практически костяк. Короче, я думаю, короче говоря, главная роль. Если откроешь действующих лиц, если это герцог, когда-то, да? Герцог Падуанский, первый. Он, по-моему, раза два появляется, да? Герцог Падуанский, у Лишекспира, а потом Ромео, Куполедия, где-то. Так у герцога Падуанский, главная ранга роль, мне, да? Лалевич и Сасанову были замечательные театральные художники. Потрясающие какая-то, неслыханная, фантастопогольные декорации. Все были в каких-то перьях. Самый павиан был этот герцог. Вот такие у меня были огромные, значит, уже распущенные перьях, наверху вот сама. Спитакль шел около четырех часов. Три часа пятьдесят одну минуту я в перьях сидел за колесами. По коридорам, да? Блин, киновение эту срань это, блядь, левый театр. В конце выходил и говорил, нет повести печали, чем повесть о Ромео. и они валялись. А на моем жиле все занавесо я снимал перья, шел домой, уговаривал и я кивал, знаешь, силу. А это они любят так вот, когда чем меньше роль, тем больше предисловия к распределению, да? Вот такое убеждение. Только это остальное не важно. Слушайте, а как вот скажите, вы же находитесь все время в режиме человека, от которого ожидают шутки. Постоянно. Вы приходите в компанию и вообще не понимаю, как вы себя чувствуете, потому что все сразу замолкают и готовы расхохотаться. Это вообще, вот как вы с этим более поняли? Ну, это, конечно, крест, бич. Ну, я-то, что... А вот мы говорили о Мише, да? Жванецком, понимаешь? Он без портфеля не жил. Ну, да. Узкий круг. Последний день. А, у Леньки Рвольника на даче все. Абсолютно, значит, богемная компания самая. Вот, все. Только, ребят, отдыхаем где-то на бильярдном столе накрыт шикарный стол. Мишка все равно портфель пишет. да, да. И уже когда выпили, все, шутки, да. Говорит, ребят, ну, все-таки, ну, ну, все-таки, ну, мешай, ну, пожалуйста. И все, да? И все начиналось, да. Ну, самое страшное, понимаешь, мы дружили очень давно и долго с Мишкой. Ответственность за необходимость мыслить афористично это крест. Нельзя же все время выдавать шлягеры и шедевры. Ну, зато, когда вы выдаете... Ну, обосраться это две секунды. Вот, о-о-о, не тот. Сдал. Стареет. Сдал, да-да-да. Да, дайте, одна из моих любимых жуток, я не был свидетелем, но ее знаю, ну, вы говорите. Ольга Александровна Аросева очень любила после спектакля накрывать гримерные себя там, и после очередного спектакля она так накрыла водочку, там какие-то артисти сядут, Александр Анатольевич заходит в гримерную и говорит, все, я не могу больше, я ухожу из худручества, все, надоел, не буду больше худруком, все, я ухожу, все, мне надоел. Александр говорит, не-не-не, Шура, Шура, давай так вот, я умру, и ты уходи, в лед, Александр Анатольевич, я тебя молю, только не тяни. Слушайте, может накатим, а? А, просто тут еще, помимо алкогольных вопросов еще прислали, ну так, отпуск, все такое. Здравствуйте, Александр Анатольевич, у нас в компании пять девушек, не с кем проконсультироваться, подскажите, пожалуйста, как на Валдай и Клев в этом году, стоит ехать? На Валдай и Клев? Во-первых, с девушками совет расследования ни о чем. Пусть он найдет хоть одного мужчину и рыбака. Клев катастрофически падает. На этом самом, на Валдай, когда Валдай начинался, вот, а это было 26 лет назад для меня, вот, потом туда уже я спровоцировал, приехал Рязанов, поставил там домик, это самое, Сашка Абдулов и Макаревич, на Краеве, это уже новый год. А, когда в этом начиналось, я без двух лещей, да, с четырех вот ра до десяти, до завтра, когда я пришел, да, не приходил. Потом лещи превратились в плотву, потом, потом ротан, не ротан, не ротан, не ротан, не ротан, куда-то из города уехать, у вас же другое, но вы же все равно сидите и смотрите. Ты разу в жизни сидел? Сидел, и мне очень нравится. Сколько ты сидел по времени? Ну, я подолгу сидел. Не-не-не, я подолгу, подолгу сидел. Вот, понимаешь, вот эти разговоры, вы знаете, рыбалка, да, ой, вы знаете, что, почему так сидите? И вот, и врут, да, вы знаете, вы же все-таки творческие люди, когда четыре утра, туман такой поземкой, тишина, первые какие-то, последние цикады этих самых муравьев и первый писк ласточек, вот, тишина. И где-то там намечается солнце, сидишь, да, приходят такие образы, мелодии, рифы. Ни разу в жизни не было рыбалки. Ту посмотришь на эту пипку, никаких мыслей и образов ждешь, когда она, наконец-то. Наталья, вы задали, на самом деле, вопрос, я не успел озвучить, Александр Анатольевич успел ответить на этот вопрос. Какие мысли рождаются в этих наною? Думаете ли вы о жизни, о творчестве? Вот вам ответ. Извинись перед Натальей. Наталья, извините. А почему, Александр Анатольевич, почему сдохли капустники? Почему? Это же раньше было целый, это был жанр целый в театральном... Потому что перезвонимся, перезвонимся, сайты, это самое, айфоны, все такое, письма не пишут, книжек не читают. Не, а капустники, капустники, это же... Бежим вот, все бегут, ребята куда-то бегут. А это ночами собирались, после спектакля, шли в этом домашком. У вас компания, да, Михаил Михайлович, Лев Федорович Лосев, да, у вас там, что было-то, какая была? Ну, представляешь себе, какие были команды в Москве при домах интеллигенции. В доме журналистов, в доме ученых, в доме журналистов, в Дверстовской правка. Какой-то карандаш был этот, как это? Это Кахинор и мужчинка. Да, 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 да. Они же, когда вот в доме актера вот здесь, на Тверской Батригорького, выставили, та же по пасне, вся Москва на ушах стояла. Кахинор, чтобы вы знали, это был, значит, мужской ансамбль с карандашами. И какими-то лентами это Кахинор и карандаши. А Бабский, это решинка архитектурная, да? И они пели очень острые по тем временам архитектурные темы. Великий архитектор Покровский, он же музыкант, вот, значит, дирижировал. Там были потрясающие ребята. И постепенно тоже это вздыхало, потому что, понимаешь, когда они молодые, а я их же знаю, потому что я приблудный в архитектурной семье, дедушка моей супруги, главный архитектор, был в Москве, академик Семенов. Ее брат, наш, двое брата, был академик Белоусов. Она ведущий архитектор, была, СНЕПа и так далее. Сейчас все, Кутева, я понимаю, все архитекторы, да? И один пришли, значит, шпана клоун. Так вот, все при этом присутствовал. И когда они все с горячими глазами, с кардашами пели, здесь канава, там канава, и потом, что это, вот эти, блочные строительства. И когда понимаешь, что это доктора наук, какие-то, 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 выходили, все лауреаты и сталинические, и лирийские премии, которые строили эти бараки и опять орали, доколи, становится. Ну вот, я почему-то, сейчас почему-то это исчезло. Жалко. А вот другая Наталья спрашивает вопрос, как появился Закадров-Некадрович Нетронутый? Слушайте, это шедевр. Закадров-Некадрович Нетронутый. Значит, что примечательно, что Закадров-Некадрович практически не снялся на всех студиях наших. И что... Сознайся на всех. Я так стабильно не снимаюсь на Мосфильме. Так. Лентфильме. Так. И студии Горького. Ну, интересно, что за этот пиво, если в прошлом году вы не снялись... В восьми картин. То в этом году он уже не снялся. Шестнадцать. Так что рост какой-то налицо. Ну, да. Вот. Ну, это вам наверняка уже говорили, это шедевр. Абсолютно. Как вообще идея это произошла? А вы вообще сами же писали все это с Михаилом Михайловичем? Ну, вообще писали. Ну, кроме того, что когда вот было вот так, что там какие-то капустники, да, то это Аркаша Арканов, Гриша Горин, Мишка и наш, помогали. Это когда большие капустники были, да? Ну, когда там огонь и вот. А так все сами. Понимаешь, партнерство дуэтное, да, это вообще очень сложная биография этого партнерства. И были партнеры, которые не могли друг друга видеть. Понимаешь, это? Только вот, ладно, дорогие, разбежались. Всегда спрашивали, почему такая вражда и непримиримость там, скажем, Карпова и Каспарова, да? А это разные люди, ничего подобного. Смотри себе, сутками много лет сидеть нос в нос на 40 сантиметров, это можно, да? Так это партнерство, понимаешь? А здесь... У вас какой-то счастливый был тандем, да? Потому что, понимаешь, вы же все-таки не только этим занимались, все-таки разные роли играли в разных спектаклях, у нас разные семьи были, разные дети и внуки. Ленька, значит, самое, Ленька Ермольник и Сашка Абдулов прессию, представляешь себе? Ксюша? Красную прессию. Да, конечно. Клуб, не помнишь, был знаменитый клуб, он был между вот этим бульварчиком на углу, знаменитый был клуб «Классная прессия». Вот, и там, значит, были концерты, элиты, была довольно известная площадка. Они там очень давно организовали такой ночной клуб для вот, когда я была вот этим. И там они разыгрывали вдвоем, что сегодня вот мы хотим, чтобы пришли, например, приходить, у нас день рождения Хазанова. Я говорю, как день рождения Хазанова? У него день рождения через пять месяцев. Нет, нет, день рождения. Они придумывали? Они придумывали, приложали Генку, предположим, на том, что он посидел. И вот он собрался, они думали, я на сегодня нашим праздник. Сегодня у Геннадия Вильчинева. Как он, я вот, сисняется. Я ищу нас праздник. Это замечательно. Замечательно. Короче говоря, к нашему разговору. Позвали нас посидеть, а они, значит, говорят, знаешь, что сегодня особое событие, уникальное для нашей страны. Сегодня с согласия наших замечательных гостей, мы сегодня наконец озвучим обнародную официальную свадьбу Ширвинка. Он говорит, стесняйся. И они начинают поздравлять нас с того, что мы открылись. Наконец-то. Это было, ну ладно, там потом уже мы обхамелись утром у Пашки Гусева в Московском комсомольстве. Когда она была тогда архиэлитная газета такая, полулевая, полусмелая. Не там, где там шутки, а на первой полосе события. Там убил этого, сбили старушку, спиздили, украли, украли миллион и долгожданная свадьба, информация. На полном серьезе, да. А вот действительно и время меняется, и про капустники вы обсуждаете, что как-то они изжили себя. Есть, конечно, какие-то исключения. У вас где-то чуть больше года назад вышла книга, которая называется «Отрывки из обрывков». 4 марта для моего рождения книга вышла. И подарок, Александр. вы там упоминаете одного поклонника из Питера, которому 12 лет. Но это какие-то исключительные случаи, но время меняется, и люди меняются, а вот ваше восприятие вообще в принципе с годами вы фиксируете какие-то основные изменения восприятия? А вот можно я еще вот, знаете, вот какой у вас возраст самый любимый? Нету. Нету. Вот какой есть, тот и любимый, да? Да, вот такой я ненавижу. Какой есть, такой я ненавижу. Александр Анатольевич, спасибо вам. Не будем мы вас мучить, спасибо огромное. Мы, если так получится, мы еще раз напросимся. Я твой, твой, твой. Ладно? Спасибо огромное. Спасибо. Ну, а теперь чай. Трибл шоу. А у меня кабинет от служебного номера по новостей вот этот человек. Ой, а что вы? Это вы что? Приехали? Ой, работаете? Да. О, суки! Мучая сторона. Да, 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 да. Здорово. А суки. Мал senza с показ по Да. 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 Продолжение следует...